Серёж, первые рабочие дни, втягивающие, они всегда непростые, тем не менее видно, что эмоционально хороший фон, ребята соскучились, как вот этот момент переживают футболисты, команда готова ли к серьёзным нагрузкам? Я думаю, да, но как обычно, после того, как вышли с отпуска, первые дни, они так проходят более эмоционально, но я думаю, сейчас первые серьёзные нагрузки пойдут, и этот эмоциональный фон уже чуть станет потише. Но это нормально, и в такой момент, в Премьер Лиге очень много говорят о том, что как эта команда, на каких полюсах она будет играть, как ты смотришь в этот сезон, который будет, да, потому что, ну, понятное дело, уровень на порядок выше, и, ну, депрайсовые плюсы, коллектив вроде бы сохраняется где-то, усиление, и тем не менее, о чём думаешь? Лично я жду этот сезон в отпуске ещё. Мы отдыхали с женой и летали в Турцию до 10-го числа. 10-го числа мы прилетели. Тренер Жека по физподготовке дал нам работу, втягивающую под сборы. И уже с этого момента у меня по прилёту с Турцией уже какой-то такой трепет, такое приятное волнение было ожидание от этого сезона. А что касается, как он пройдёт, я думаю, покажет время. Будут у нас новички, это будет зависеть, как мы быстро сыграемся, всякие у нас будут взаимодействия, связи. Чем быстрее мы друг к другу привыкнем, сыграемся, тем больше шансов на удачный сезон будет. Вот как раз Барышников на тренировке сказал, что видно, что Логинов отдыхал по системе, всё включено. Что он имел в виду? Я не знаю, что он имел в виду, но у нас тренер грамотный, опытный. Он нам давал программу на отпуск, которую нужно было выполнить, физические нагрузки. Буду говорить за себя, я лично старался её придерживаться, выполнял. Так что, я думаю, со сборами, с тренировочным процессом проблем не должно быть. Сборная Украины, чемпионы мира, да, впервые в истории, впервые в жизни. Да, это молодая команда, и тем не менее, это исторический факт. Это достижение. Сафронов, партнёр по центре обороны, следил за игрой команды, за его футболом. И, в принципе, у нас в команде играет чемпионат мира. Насколько это круто? Да, мы смотрели чемпионат мира. Мы порадовались. Нам было приятно, что у нашей команды есть представители в этой молодёжной команде. Мы их достойно встретим. Думаю, коридор будет достаточно качественный. Поздравим их от всей души. Ну, и хочется им пожелать, я знаю, будут супри тоже парни, которые будут у нас в команде. Хочется им пожелать как можно быстрее уже на эмоциональном фоне перешагнуть эту победу и настраиваться к новым целям. И тогда, я думаю, у них всё получится. Ну, ты вице-капитан, человек опытный, поигравший на хорошем, классном уровне в украинской премьер-лиге. Не будет ли, как ты считаешь, не будет ли такого где-то в игре с Сафроновым? Чего ты мне пихаешь из чемпионата мира? Да, ну, я думаю, такого не будет. У него такая позиция, как у любого защитника. Он имеет право подсказывать. Как говорится, на поле все равны. Он достаточно парень скромный, компанейский. В команде он хорошо себя ведёт. Я думаю, с его чемпионством, потому что он стал чемпионом мира, в коллективе мало что поменяется.